День добрый, здравствуйте. Как вас зовут? Или позывной какой-то? Талиб позывной. Талиб? Талиб. Талиб, вы знаете такого Рамзана Кадырова? Да, да. Вы его уважаете? Уважаем, конечно. Хороший человек. А ты золотой человек. Золотой человек. А вы знаете такого Игоря Масийчука? Совершенно не знаю. Как? Вот вчера один из украинских националистов, народных депутатов, взял и расстрелял портрет Кадырова. Значит, он покойник. Он приговор себе. Он его оскорблял? Оскорбление. Не только оскорбление. За это он будет отвечать. А вот 4 числа в Грозном предотвратили террористический акт, уничтожили террористическую банду. Вы об этом знаете? Америка, конечно, в курсе. Американцы, а также сами, что Америка здесь сотворили эту войну, наделали. И так же сами хочет теперь сделать в Грозном. Чтобы была паника, была война. Это все делает Америка. Ну, слава Аллаху, мы их уничтожили быстренько. А вот украинские националисты назвали этих террористов убийц своими братьями. И благодарят их, что они борются с оккупантами русскими в Грозном. Как вы к этому относитесь? Что вы можете об этом сказать? Никак. Никак не отношусь к этому. Потому что мы знаем, что мы, так как мы, кодировцы, помогаем славянского народа здесь, помогаем. Они против нас. Кто помогает Россию? Они, конечно, считают для них. Ну, кто сотворит, тот делает эти преступления для них. Они сами преступники. Тот, кто делает против народа, против государства, эти перевороты, войнушку устроит, тот и преступник. Вот они делали. Они специально Америка отправили людей для того, чтобы провокацию устроили в середине, в Грозне. Чтобы была провокация. Это, конечно, тоже украинское государство. Оно все согласовано с Америкой. Делается этим. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что на стороне украинских карателей сейчас собран батальон из чеченцев «Свободный Кавказ». Есть такой. Как вы к этим людям относитесь? Ну, как? Те, кто за деньги воюет, тут, конечно, наемники считаются, они как террористы. Я вас прошу, я вас прошу, обратитесь к этим людям по-чеченски. Скажите им в камеру, что вы хотите им сказать, чтобы они поняли и поняли. Ну, вот ролик готовили, ролик готовили, мы передадим. Обязательно этот ролик достается. Этот ролик мы написали, обращение ко всему своим землякам, чтобы... Обратитесь, да, обратитесь сейчас. Да, мужики будьте мужикам, справедливо воюте. Вы на по-чеченски скажите об этом. Мне сейчас в камеру, пожалуйста. Не скажу сейчас. Не скажете сейчас. Не скажу сейчас. Сейчас не скажу, у меня приготовлен ролик. Я сообщение есть у меня, крокодируется ко всем братьям-мусулманам, которые воюют за деньги, за несправедливость. Чтобы они этого не делали, так? Не делали, конечно. Мирных людей убивать зачем? То, кто против нас воюет за деньги, то вы, значит, не чеченцы, значит, вы не воины. На следующий войн за справедливость я оружие в руку брал, здесь воюю за справедливость. Вот 5 марта на Майдане в Киеве меня пытала и рвала мне ногти пассатижами Чеченка Амина Акуева. Вы слышали об этом? О такой женщине слышали? Доктор из Одессы. Если честно, я лично не слышал. То есть не слышали такого? Ну, добро. Есть такие, есть такие. Всех врагов сразу не уничтожили. А у ней муж, Адам Акаев, готовил покушение на Путина. Знаете об этом? Нет, не знаете. Не знаю. Добро. Значит, вот Сергей Рулев, заканчиваю свой репортаж специально для независимой службы новостей. Всех вам...